Мы знаем, что такое химическое уравнение, и мы узнали, как его сбалансировать. Теперь мы готовы изучать стихиометрию. Это чрезвычайно причудливое слово часто заставляет людей думать, что стихиометрия трудна. В действительности она просто занимается изучением или расчетом соотношений между различными молекулами в реакции. Вот какое определение дает Википедия. Стихиометрия — это расчет количественных или измеряемых соотношений, реагентов и продуктов. Вы увидите, что в химии часто используют слово «реагенты». Для большинства наших целей вы можете использовать слово «реагенты» и «реактанты» как синонимы. Они оба являются реактантами в реакции. Термин «реагенты» иногда используют для определенных типов реакций, где вы хотите добавить реагент и посмотреть, что при этом произойдет, и проверить, верно ли ваше предположение о веществе или нет. Но для наших целей реагент и реактант — это одинаковые понятия. Имеется соотношение между реактантами и продуктами в сбалансированном химическом уравнении. Если нам дано несбалансированное уравнение, то мы знаем, как получить сбалансированное. Сбалансированное химическое уравнение. Давайте займемся стихиометрией. Итак, чтобы получить опыт в балансировании уравнений, я всегда буду начинать с несбалансированных уравнений. Допустим, у нас есть триоксид железа, запишу его. В нем два атома железа связаны с тремя атомами кислорода, плюс алюминий. Алюминий. В результате получается алюминий 2О3, плюс железо. Напомню, что когда мы занимаемся стихиометрией, в первую очередь мы должны сбалансировать уравнение. Большое количество задач стихиометрии будет даваться с использованием уже сбалансированного уравнения. Но я считаю полезной практикой нахождение баланса самих уравнений. Давайте попытаемся сбалансировать его. У нас есть два атома железа здесь, в этом триоксиде железа. Сколько атомов железа мы имеем в правой части уравнения? У нас только один атом железа, давайте умножим его на два вот здесь. Отлично, теперь у нас три кислорода в этой части и три кислорода в этой части уравнения. Это выглядит хорошо. Алюминий в левой части уравнения, у нас только один атом алюминия. В правой части уравнения у нас два атома алюминия. Мы должны поставить два здесь. Мы сбалансировали это уравнение. Теперь мы готовы заняться стихиометрией. Приступим. Существует не один тип стихиометрических задач, но все они следуют таким схемам. Если мне дано x граммов этого, сколько граммов алюминия необходимо добавить, чтобы произошла реакция? Или если я дам вам y граммов этих молекул и z граммов этих молекул, то какие из них израсходуются первыми? Все это стихиометрия. Мы займемся именно этими двумя задачами в данном видеоуроке. Предположим, что нам было дано 85 граммов триоксида железа. Запишем это. 85 граммов триоксида железа. Мой вопрос к вам. Сколько граммов алюминия нам нужно? Сколько граммов алюминия нам нужно? Это просто. Если вы посмотрите на уравнение, то вы сразу увидите мольное отношение. На каждый моль этого... Итак, на каждый моль этого, на каждый используемый атом триоксида железа, нам нужно два атома алюминия. Так что нам необходимо вычислить, сколько молей этой молекулы содержится в 85 граммах. И затем нам нужно иметь удвоенное количество молей алюминия. Потому что на каждый моль триоксида железа у нас приходится два моля алюминия. Мы просто смотрим на коэффициенты, мы просто смотрим на числа. Одна молекула триоксида железа соединяется с двумя молекулами алюминия, чтобы произошла реакция. Давайте сначала вычислим, сколько молей содержится в 85 граммах. Какова атомная масса, или массовое число всей этой молекулы? Позвольте мне сделать это ниже здесь. Итак, у нас два железа и три кислорода. Давайте я выпишу атомные массы железа и кислорода. Железо вот здесь, 55,85. И, я думаю, вполне достаточно округлить до 56. Представим, что мы имеем дело с разновидностью железа, точнее говоря, с изотопом железа, который имеет 30 нейтронов. Он имеет атомное массовое число, 56. Железо имеет атомное массовое число, 56. Тогда как у кислорода, как мы уже знаем, оно равно 16. Железо было 56. Эта масса будет 2, умноженное на 56, плюс 3, умноженное на 16. Мы можем это проделать в уме, но это не урок математики, так что вычислю все на калькуляторе. Посмотрим. 2, умноженное на 56, 2, умноженное на 56, плюс 3, умноженное на 16, равно 160. Это верно? Это 48 плюс 112. Верно, 160. Итак, одна молекула триоксида железа будет иметь массу, равную 160 атомным единицам массы. 160 атомным единицам массы. Итак, 1 моль или 1 моль или 6,02 умноженное на 10 в 23 степени молекула оксида железа будет иметь массу... Железо, диоксид железа, да. Будет иметь массу 160 граммов. В нашей реакции мы сказали, что мы начинаем с 85 граммов оксида железа. Сколько это молей? 85 граммов триоксида железа... 85 граммов триоксида железа... равно дроби 85 делить на 160 моле. Это равно 85 деленному на 160, то есть 0,53... 0,53 моля. Все, с чем мы работали до сих пор, что изображалось зеленым и голубым, нужно было, чтобы определить, сколько молей содержится в 85 граммах триоксида железа. Мы определили, что это равно 0,53 моля, потому что целый моль был бы 160 граммов. Но мы имеем только 85. Мы знаем из сбалансированного уравнения, что на каждый моль триоксида железа нам нужно 2 моля алюминия. Если у нас 0,53 моля молекул железа, точнее триоксида железа, то нам будет необходимо удвоенное количество алюминия. нам потребуется 1,06 моля алюминия. Я просто возьму 0,53 умноженное на 2, потому что соотношение равно 1 к 2. На каждую молекулу одного вещества нам нужно 2 молекулы другого. На каждый моль одного вещества нам необходимо 2 моля другого. Если у нас 0,53 моля, вы умножаете это на 2, и получается 1,06 моля алюминия. Отлично. Итак, мы просто вычислили, сколько граммов содержит моль алюминия, и затем, умножив его, получили 1,06, и на этом закончили. Алюминий. В Великобритании это слово произносят немного по-другому. Вообще-то мне нравится британское произношение. Алюминий имеет атомный вес 26,98. Представим, что алюминий, с которым мы имеем дело, имеет массу 27 атомных единиц массы. Так, один алюминий имеет массу 27 атомных единиц массы. Один моль алюминия будет составлять 27 граммов. Или 6,02 умноженное на 10 в 23 степени атомов алюминия, которые дают 27 граммов. Если нам нужно 1,06 моля, то сколько это будет? 1,06 моля алюминия равно 1,06 умноженному на 27 граммов. Сколько это? Давайте посчитаем. 1,06 умноженное на 27 равно 28,62. Нам нужно 28,62 грамма алюминия. Алюминия. Чтобы до конца использовать наши 85 граммов триоксида железа. Если бы у нас было больше, чем 28,62 грамма алюминия, то они остались бы после того, как реакция произошла. Предположим, что мы смешиваем все как нужно, и реакция протекает до конца. Мы поговорим больше об этом в дальнейшем. В ситуации, где у нас имеется больше 28,63 грамма алюминия, эта молекула будет лимитирующим реагентом. Так как у нас избыток этого, вот что будет лимитировать этот процесс. Если мы имеем меньше 28,63 грамма алюминия, то алюминий будет лимитирующим реагентом. Потому что мы не сможем использовать все 85 граммов наших молекул железа, точнее триоксида железа. В любом случае, я не хочу вас запутать этими лимитирующими реагентами. В следующем видеоуроке мы рассмотрим задачу, целиком посвященную лимитирующим реагентам.